Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И приглашаем вас и в дальнейшем здесь бывать, посещать наши мероприятия, они открыты. Еще один момент, который хотел бы упомянуть, который хотел бы обратить внимание, прежде чем мы начнем разговор по существу. У нас послезавтра день учителя. И прошел... У нас вот сейчас совсем недавно были подведены итоги первого всероссийского конкурса работ школьников «История малой Родины. История Отечества». Где ребята со всей страны писали работы, эссе, посвященные истории своей малой Родины в контексте таких общеисторических приоритетов российского исторического общества, крупных исторических дат этого года. Итоги награждения победителя этого конкурса мы будем проводить в пятницу, в День Учителя, в Челябинской области. Ну, потому что где еще проводить? Там есть замечательный город, Садка, где вот как раз очень большое внимание уделяю сохранению истории малой Родины. И в рамках соглашения российского исторического общества с правительством Челябинской области мы вот это дело сделаем. Ну, и посерьезно приняли такое решение для того, чтобы победителя нашего конкурса посмотрели бы хоть немножко страну. Ну, а сегодня мы их собрали здесь, вот трех наших победителей вместе с их учителями, для того, чтобы посмотрели, как бывает, побывали бы в доме Рио. Будет экскурсия по Москве, будет экскурсия по нашим большим музеям. Вот, я прошу, вот я вас назову, дорогие ребята, Владислава Тупикина, Валерия Колчина, Екатерина Вдовина с своими учителями, Елена Анатольевна Ильченко, Екатерина Игоревна Анищука, Татьяна Викторовна Нажимаева. Все здесь, да, встаньте, пожалуйста, давайте мы вас поприветствуем. Покажите. Спасибо, Александр Владимирович, но если вы не против, давайте перейдем к основной теме нашего собрания. Послушайте, я с места, если позвольте. Добрый, дорогие друзья, уважаемые коллеги, Косомир Ильич, спасибо большое за приятные слова. Действительно, если позволите, буквально два слова. Я считаю, что председатель Нарьева за то, что они вообще взяли этот объект. И я должен сказать, что когда пять лет назад сюда Сергея Евгеньевича впервые мы приехали, вообще не то, что этот дом, вот по соседству это все были развалены, все были брошены в долгострои, кто здесь бывал, наверное, это помнит. И этот комплекс был в том числе, к сожалению. Сегодня буквально прошло пять лет, это вообще практически время очень незаметное для хронологии Москвы. Но я могу сказать, что если пойдете по соседному переулку, вот здесь за нами еще один объект. Кстати, он сделал у нас по программе рубль квадратный метр. А так бы это никогда бы вообще, до него руки бы не дошли. Ну и, конечно, то, что сделал... Тут, кстати, у нас закончил удивительный, уникальный особняк службы наркоконтроля. Сделала полную реставрацию деревянного дома. Деревянного дома. Ради интереса, можете пройти буквально, вот здесь за угол завернуть, два шага. И там, кстати, во дворе сидит та самая скульптура, которая снималась в фильме Марка Захарова про Калиостро. Вот эта вот статуя. Она сохранилась, она во дворе, вы можете видеть, через забор, она во дворе там вот стоит до сегодняшнего дня. И оттуда брали, обратно и вернули. Вот она там стоит уже больше полутора веков, в общем-то. И даже успела побывать в киносилу. Место удивительное на самом деле. И мы, конечно, все очень вместе с обществом надеемся, что в перспективе храм тоже начнут восстанавливаться. Там сейчас находились, до сегодняшнего дня находились запасники, ну, как у нас сейчас-то бывало, подо что еще храм это приспосабливать? Только под это нашего музея народа Востока, ну, вроде министерства культуры, решен вопрос о перемещении в более надлежащее хранение. И тогда этот храм тоже будет возвращен верующим, соответственно, тогда вообще вся эта историческая часть Москвы удивительным образом сохранившись. Здесь практически нет ничего, что бы выступало в диссонанс с 19 веком. Вообще будет приведена в порядок. Ну, и, конечно, то, что сделало РИО. Мы с вами находимся во втором здании, где для деловых, так сказать, встреч наших таких вот мероприятий. Но я, если будет возможность, Геннадий Ильич, может быть, для группы интересующихся потом можно было показать историческую часть. Потому что там удительная анфилада, там торжественный зал президиума, где удалось восстановить вообще-то чудо уцелевших под... Слава Богу, кто здесь жил, зашили это все просто на ненужные роскошества панелями ДСПшными. Вот. А там настоящий подлинный искусственный мрамор. Причем большие там вообще стены, понимаете. Лепнина. И реставраторы, конечно, сделали огромную работу. Более того, даже если мы пойдем, то внизу полностью сохранились подклеты 17-16 веков, на которых был построен особняк уже 19-го века. То есть такое здание, оно вот для исторического общества, я думаю, лучше не придумать. Потому что вся история, архитектура, то есть сначала палаты, потом на них уже 18-й век, сверху еще 19-й век. И, конечно, очень бережно было восстановлено все это великолепие. Если будет такая возможность, мы очень признательно можем какому-то группе наших наиболее интересующихся показать это все. Обязательно, Александр Владимирович, это сделаем. Там просто сегодня это не самый удобный день, потому что там лестницу красят. Но у меня есть предложение, вот если Алина Александровна возьмет на себя. Мы 16-го числа открываем очередную выставку. Здесь 16-го пройдет День российского крестьянства в Российском историческом обществе. И вот на следующий день, 17-го, мы были бы очень рады приветствовать московских библиотекарей и остальных коллег здесь у нас. Да, и вообще, я полностью подтверждаю то, что, как и касается Ильич, если проходит большое количество интереснейших мероприятий, двери открыты, наши какие-то события, если необходимо провести, всегда коллеги идут навстречу. Это полностью оборудованная площадка, имеющая и историческую часть, и парадную часть, и рабочую, и деловую. Поэтому в пределах тех возможностей, которые эта площадка имеет, я просил бы очень внимательным образом, так сказать, вот после нашего мероприятия посмотреть, чтобы у вас такая тоже появилась на соответствующей данной тематике, возможность здесь также проводить такие события. Очень удобно, очень комфортно, всегда спасибо, гостеприимно. Поэтому, надеюсь, что это, как бы, наше событие первое, но оно станет таким началом нашего доброго, длительного сотрудничества. Теперь, собственно говоря, к тому, что мы сегодня презентуем. Я напомню, что несколько лет назад, когда мы обсуждали перспективы нашей географической работы, понятно, что каждый из нас ведет такую работу, и мы в перспективе, у нас грандиозные планы, мы переходим на единую электронную базу, которая позволит нам интегрировать весь наш объем литературы в электронное пространство, чтобы позволить читателям узнавать, где какая книга есть. И поскольку мы вводим единый электронно-ниверсальный билет, то не обязательно по месту жительства, а там, где ему более удобно, можно книгу посмотреть. То есть это будет очень удобно для пользователей. Но мы решили посмотреть вместе с вами о том, что, может быть, мы сделаем какой-то шаг еще не только, собственно говоря, для нашего такого функционального применения, но что-то более широкое. И тогда поставили амбициозную задачу подумать о том, как сделать базу, которая была бы интересна любому человеку, неважно, будь он профессиональный историк или просто начинающий интересоваться историей, даже историей своей семьи человек. И решили попытаться все-таки вот этот огромный массив русских мемуаров, которые у нас существуют, уже представить не просто в виде указателя, который мы все до сих пор им пользуемся. Это наш замечательный многотомный указатель, «История дирекционной России», в дневниках своих современников. Конечно, это колоссальный труд сделан из акции Занечковского, который является краеугольным. Ни один серьезный историк вообще не способен обойтись без него. Это титанический труд. И надо сказать, что Сергей Генщик как раз поставил задачу, чтобы этот указатель стал доступным в электронном виде, потому что, конечно, он и тогда был выпущен маленьким тиражом, сегодня биографическая редкость, и только центральные библиотеки сегодня вообще имеют возможность такое издание дать в руки. А без этого, опять же, в библиотеческом отделе тебе его дают. В общем, конечно, серьезным образом сужает возможности для историков, исследователей, особенно в регионах, для того, чтобы иметь доступ к этой базе данных. Михаил Ильич, я так понимаю, Фанасьев тоже принял уже к сведению этот посыл, и думаю, что мы тоже получим. И этот справочник. Плюс Михаил Ильич сказал, что и указатели, которые они продолжали делать по иммигрантской литературе, тоже предполагается в перспективе сделать доступными в открытых данных. Это было бы очень здорово, потому что, конечно, это было бы колоссальное подспорье. Но здесь, конечно, не бывает совершенно совершенных справочников абсолютно, конечно, есть какие-то, но в целом, конечно, колоссальный объем. Я думаю, что процентов 90 русских мемуаров, которые вообще выходили в России, они здесь, в этом справочнике, зафиксированы. Но они зафиксированы в части, касающейся событийной. То есть понятно, что есть предметный указатель, они разбредены там по событиям. То есть мы, допустим, оборону Севастополя берем, находим все, кто, что писал про оборону Севастополя, но мы не можем понять, собственно, там где-то выполняется фамилия офицера или даже матроса, но мы не можем его увидеть за огромной массивной информацией, и невозможно, конечно, все это глубоко постинуть. Есть разделитель по, допустим, Лермонтов, поэты, есть вся мемуаристика о Лермонтове, там о художниках, о каких-то крупных творческих величинах и научных. Но, конечно, до каждого человека, как писал Симонов, увидеть человека в стрелке на карте, мы в данном случае не можем. Есть при этом, спасибо нашим предшественникам, алфавитные указатели, которые они делали каждому, кто к году, кто к квартальному выпуску, фамильные указатели, которые входят в состав этих журналов. Но понятно, что, если мы говорим о таких программных изданиях, как «Русская старина», «Русский архив», «Исторический вестник», это десятки, а то и сотни томов, вот, в частности, если мы говорим про «Русскую старину», это 175 томов объемом более 100 тысяч страниц, где, вы понимаете, 55 тысяч персон, это, значит, они могут упоминаться по несколько раз, то есть там всего, там, наверное, будет за 300 тысяч, наверное, всего, там, этих упоминаний. То, и тоже, естественно, исследователю невозможно найти сегодня. Это было очень важно, актуально для тех, кто когда этот журнал получал, по подписке, покупали, им это было важно. Но как нам сегодня справиться с этим объемом, а уж тем более, если люди не подготовлены, это почти невозможно. И тогда мы решили пойти тем путем, чтобы сделать такой опыт, это объединить указатели, вот, допустим, одно издание, «Русская старина». Понятно, что по оценкам специалистов, вот такие мастодонты, если можно так выразиться, в библиографической, историографической деятельности на рубеже 19-20 веков, как «Русская старина», «Исторический вестник», «Русский архив», объединили порядка, там, 70% вообще русской мемуаристики, традиционной по самым разным направлениям. Это колоссальный объем, колоссальный объем. Если мы не будем к этому присвоения, конечно, письма и бумаги Петра Великого, то тогда вот так оно все и получится. Вот, то, конечно, мы думали, с чего, с какого издания начать? Учитывая, что наши коллеги сделали следующий шаг по сводному указателю к русскому архиву, это не алфавитный указатель, но хотя бы более подробный, с расшифровкой того, что дал Занечковский в своем справочнике, прекрасная работа, очень долго вели коллеги, в 2001 году они ее издали, то есть это более подробно препарировало русский архив с точки зрения поиска, и он стал более прозрачным благодаря этому указателю. То мы тогда решили все-таки взять, ну, взяли и решили взять, значит, раз русский архив у нас уже есть шаг первый сделан, все-таки с ним полегче ситуация, сделать тогда русскую старину. И вот эта работа была проведена, но, естественно, само собой, разумеется, мы это делали с тем, чтобы это стало максимально доступно для каждого интересующегося, каждого пользующегося. огромная была работа проведена специалистами, потому что там, начиная просто от оцифровки огромного объема массива, от распознавания и так далее, я думаю, что об этом лучше Алина Александровна сама расскажет, как непосредственно исполнитель этого всего, но сегодня мы можем с вам представить готовый ресурс, он уже доступен в интернете, а 600, видите, даже тысячи, даже я ее... 600 тысяч, я уже даже, видите, уже занижаем. Огромный объем информации, который сегодня даже я устал, даже мне уже в моей работе, вот я, кстати, научной работой немного занимаюсь, вот во времени года она у меня бывает почти никогда, вот, очень помогает, потому что, конечно, это действительно вам позволяет неожиданным образом встретить самую неожидаемую вами фамилию, выищать информацию в архивах, запрашивать коллег, учить и в Москве, и в Петербурге, а выясняется, что, может быть, самая интересная и самая ценная информация, оказывается, у вас внутри зашито огромного массива этих 600 тысяч упоминаний, которые у вас есть, всему ли вам удобство получить. И, естественно, что мы с самого начала ставили возможность, чтобы ресурс был продолжаем и наполняемый об этом уже с нашими коллегами из исторической библиотеки, как главным таким центром подобной работы, ведем наше общение. То есть в дальнейшем к этому формату могут присоединяться указатели и остальных источников, и справочников. И мы, конечно, очень рассчитываем, мы уже об этом сказали, вам в этой презентации тоже можно сказать, что в чем важность, каждый может принять участие в такой работе. Вот каждый интересующийся в любом регионе, у нас есть оператор этого проекта, могут брать на себя какие-то задачи, которые потом могут вливаться в рамки этого проекта. То есть мы вот говорим о том, что у нас год волонтерства и добровольчества, а то, может быть, и в исторической науке тоже. Я считаю, в этом отношении такой проект как раз может быть очень полезен, потому что если вы хотите внести свою лепту, а у нас такие есть подвижники, и мы их знаем, некоторые, которые берут на себя вдруг, ни с того ни с сего, бах, возникает интереснейший ресурс, еще просто взял сам, где-то сидя там в далеком городе, вдруг ни с того ни с сего на своем местной библиотеке или в какой-то коллекции начинают вдруг выкладывать материалы. И потом это сливается в один большой, серьезный такой научный проект. И вот такую же историю мы предполагаем, что она здесь тоже может получить свое продолжение и в рамках библиотечной сети, и в рамках инициатив, которые могут быть у людей, возникать в личном порядке. То есть вот вернуть нам связь с огромным количеством людей уже давно ушедших эпох непосредственно и так, чтобы мы могли на это найти, это один из таких проектов. Я вообще считаю, что вообще, вот мы это обсуждали на заседании общества, у нас появляются очень мощные проекты, ориентированные на постижение истории через историю своей семьи, своих родных, близких. Ну, какое голосальное значение имел проект Министерства обороны, который сначала дал базу данных по всем погибшим. Давайте я могу сказать личную историю, у меня мы нашли случайно, вот не дожила чуть-чуть, к сожалению, вдова, это сестра моей тещи, и всю году писали, что неизвестно, неизвестно, пропал бедность. Оказывается, не то, что неизвестно, есть могила в Белоруссии, на памятники все выбито, все ухожено, облагорожено, все. Просто никто никогда не брал на себя труд, вообще-то серьезно этим вопросом заняться. Она, к сожалению, два года не дожила. Ну, мы, естественно, съездили там, посмотрели, вообще все в идеальном порядке. Оказывается, испокон веков, он не то, что неизвестно, старжественно вообще похоронен со всеми почестями, как положено, защитнику Отечества. Великолепная база, конечно, ресурс Министерства обороны по наградам времен Великой Отечественной войны. Люди, значит, все по персонали можно найти, наградной лист посмотреть, наградной документ, за какой подвиг. Я для себя много интересного узнал о своих родных и близких, что, ну, наверное, как у многих, у вас там, деды-отцы, они, в общем, про фронт, кто сильно прошел, но немного чего рассказывали. То же самое и моя была история там, да. Но, конечно, когда документы поднял, я очень многое понял, когда я просто увидел эти документы, за что эти были награды, которые они делали один раз в году 9 мая. А этот проект, я считаю, что это практически нечто, это продолжение вот этой большой работы, связанной с тем, чтобы как можно больше было возможностей у самых разных людей, у простых, невозможно профессионалов, профессоров, академиков, историков, но просто у любых людей, кто интересуется прошлым нашим странам, найти максимально точно, быстро, эффективно, вот ту фамилию, которую они ищут. Неважно, будь то фельдмаршал, или простой рядовой, будь то государственный канцлер, или простой крестьянин, который стал чем-то известен. Поэтому, дорогие друзья, мне кажется, что это замечательный, я хочу сказать большое спасибо всем тем, кто над этим проектом работал. Было непросто, особенно в начале проекта, когда, в общем, все было не очень понятно, и были некие сомнения, а надо ли в эту огромную работу влезать. Надеюсь, что все эти сомнения теперь позади, и то, что мы собираемся сегодня здесь, и презентуем наш проект на площадке Российского исторического общества по прямому поручению Сергея Евгеньевича Нарышкина, мне кажется, лишний раз является оценкой того, насколько полезным, важным была та работа, которую проделали вы и ваши коллеги. И большое вам за это спасибо. Спасибо огромное, Александр Владимирович. Филипп Георгиевич Таратуркин, наш добрый товарищ, доцент кафедры истории России в Средневековье и раннего нового времени Российского государственного гуманитарного университета, наш историко-архивный институт, который, как я понимаю, большинство сидящих в президиуме не закончил в Севере. Дорогие коллеги и друзья, действительно у нас сложилось такое историко-архивное братство, в которое входят самые разные люди, занимающиеся самыми разными профессиональными вещами и проектами, иногда внутри исторической науки, иногда в смежных областях. В этом смысле историко-архивный институт, конечно, оказался и всегда был совершенно уникальной кузницей кадров, как говорили в советское время. Сегодня я попытаюсь немножко рассказать вам о просветительской и исследовательской миссии журнала «Русская старина». Задача эта очень непростая, потому что и сама эта миссия, объем деятельности журнала были и многолетними, и исключительно плодотворными, насыщенными, содержательными, и рамки небольшого сообщения не позволят упомянуть, наверное, даже в перечислительном порядке все то, о чем можно было бы вспомнить и сказать. Но начать хотелось бы с того, что журнал «Русская старина» существовал, развивался, работал в очень интересном контексте. Это было время журнального ренессанса в России, это было время, когда сформировался, уточнился, начал он формироваться, конечно, раньше, сформировался, уточнился жанр толстого журнала, так называемого. Причем толстый журнал, вы понимаете, это не потому, что он толстый по объему, а это явление, связанное с тем, что он разножанровый. И внутри каждого номера толстого журнала можно найти материалы разных жанров. В этом смысле «Русская старина» относится к более узким журналам, тоже толстым, но к более узкой специализации. Это исторический журнал. Но даже среди них были и такие, как выразился Александр Владимирович Мастодонты, как «Русский архив» Петра Ивановича Бартенева, исторический вестник, ныне, кстати, возобновленный и в сотрудничестве с энциклопедией «Руниверс», активно развивающийся, и исторические отделы большие в таких журналах, как «Русское богатство», например, или «Вестник Европы» Стасюлевича, там тоже публиковались материалы, но у русской старины была специализация, я бы сказал, двойная специализация. Первая – это мемуары, воспоминания и записки, и вторая – это XVIII век, хотя, конечно, и документы, материалы по XIX веку не менее активно публиковались в этом журнале. У истоков этого издания стоял и на протяжении всего времени существования журнала также находился у руля издания Михаил Иванович Семевский, который не всегда был формально редактором, был период, когда он редактором не был по некоторым внешним таким цензурным причинам и ограничениям, но это был не просто выдающийся деятель журнального и издательского дела, это был некий тип, типаж эпохи, это был редактор-собиратель и редактор-публикатор. Не только редактор-организатор, но вот именно собиратель и публикатор. О нем много сохранилось мемуаров от восторженных, отмечающих подвижнический характер его деятельности до пререкаемых суждений спорных, поскольку журнальная археография, публикация исторических документов в журналах и вообще журнальная публицистика во второй половине 19-го, начале 20-го века это было полемическое пространство, это было дискуссионное пространство. Кто-то из исследователей истории русской культуры говорил, что в России уникальное явление было соседи по убеждениям иногда были более непримиримы и полемичны по отношению друг к другу, чем антиподы по убеждениям. В этом смысле, конечно, исторические журналы были соседями по убеждениям, но и конкурентами. И, вероятно, некая печать, след и эхо этой конкуренции проявилась в тех воспоминаниях, отзывах и высказываниях о Семевском, которые мы можем сейчас назвать критическими. Таковые тоже были. Особенно его критиковали за то, что он сделал, ну, фактически то, что потом в 20-м веке сделает Корнеев Иванович Чуковский со знаменитой Чукоколой. Но Чуковский более прозрачно действовал, а Семевский действовал непрозрачно. Он собрал три тома собственноручных записей в альбомы и их опубликовал, не спросясь, не получив разрешения у всех тех, ну, впрочем, многие уже отошли в мир иной к тому времени, кто ему в этот альбом писал. И случился грандиозный скандал, такой информационный взрыв. Это было уже в последние годы жизни Семевского, но еще при жизни его. Итак, несколько блоков публикаций. Это мемуары, это переписка, это мемуары заказные, которые Семевский, в хорошем смысле слова, которые Семевский заказывал авторам. То есть, он просил написать и напоминал, и контролировал сроки, и сроки эти нарушали, как всегда, это головная боль любого редактора, такой чувствительный вопрос, как то, что сегодня называется нерусским словом дедлайн. Вот сохранились материалы из архива Семевского и архива журнала, где он снова и снова напоминает, ну как же можно, ну в конце концов, мы же договаривались, у нас номер идет в работу. Когда Семевский умер в 1892 году, череда редакторов сменилась в русской старине, и если, как говорили в 19 веке, политическая физиономия, было такое замечательное словосочетание, политическая физиономия Михаила Ивановича Семевского была непростой, сложной и для власти не всегда удобной. У него был период демократических увлечений, потом он поправил по сравнению с ранним периодом своей жизни, хотя особо левым тоже никогда не был, но его преемники на редакторском посту были еще правее и еще официальнее. Вот мы видим Николая Карловича Шильдера, он был редактором русской старины недолгое время, и интерьер, и внешний вид, и мундир этого человека сразу свидетельствует, что он, конечно, был благонамеренный. Это был известный военный историк, который сделал не только ученую, академическую, но и блистательную военную карьеру, и, конечно, в годы его редакторства в русской старине увеличилось количество материалов по военной истории. Естественно, как всегда бывает, редактор определяет направление и содержание Едицова журнала. Николай Федорович Дубровин, тоже занимавшийся не только военно-историческими сюжетами, но и у него диапазон тем был шире, чем у Шильдера, тоже недолгое время был редактором русской старины. Надо сказать, что, конечно, то, о чем, наверное, мечтал Семевский и к чему стремился, стало возможным только после 1905 года. После Первой Русской Революции произошел взрыв, не то чтобы интереса, интерес был и раньше, а произошла некая археографическая революция в изучении истории освободительного движения, истории революционного движения, всяких общественных брожений, начиная с декабристов, да даже еще и раньше, и стали публиковать то, все то в огромных объемах, что не разрешалось публиковать до 1905 года. И у Семевского были конфликты с цензурными учреждениями, связанные с тем, что как раз он в годы своего редакторства пытался опубликовать, например, записки Кахельбекера, ему не разрешили. мемуары декабристов, написанные с симпатией к движению декабристов, ему не разрешили. И вот после 1905 года возникла возможность эти огромные массивы информации, которые уже лежали, как говорят в журналах, в редакционном портфеле, опубликовать. Но в материалах презентации есть примеры обложек, вот это разные годы издания, менялась обложка и долгое время оставалась неизменной, немножко менялись цвета и полутона, вот это более ранний пример более раннего периода еще при жизни Семевского. Еще одна работа, которую проводил журнал «Русская старина», может быть в большем объеме, чем другие исторические издания того времени, это то, что сегодня именуют иконографией или иконографикой, но не в церковном смысле слова, а в смысле просто изображений. «Русская старина» публиковала портреты, как правило, это были гравюры, но потом и фотографии появились, портреты исторических деятелей и современников, вот как мы видим на одном из слайдов знаменитый Янжул, социолог, историк отчасти. И с течением времени этих портретов и изображений исторических лиц было в журнале все больше. Это, наверное, отдельный массив визуальной информации, который чрезвычайно полезен тоже для историка, потому что любой исследователь в области истории и исторической науки знает, что есть такая проблема. Мы очень редко знаем историков лицов, и поэтому несколько лет назад был осуществлен даже такой проект, несколько томов вышло справочника «Историки России», где были собраны фотографии, чтобы можно было посмотреть, а как они выглядели. Те, кого мы, историки, знаем по работам, статьям, монографиям, знаем, как их зовут, знаем их биографию, а вот как они выглядели, отличить их от других историков подчас не можем. Вот русская старина и эту работу начала одной из первых. Ну и наконец, драматический сюжет, связанный с прекращением издания в этом смысле 1918-го год, хотя проблемы были и и до закрытия еще в начале 20-го века у журнала был большой долг, журнал едва сводил концы с концами, а в какие-то периоды и не сводил концы с концами, приходилось выходить на коммерческий рынок и пытаться как-то пополнять журнальный бюджет, но в 1918-м году закрыты были сначала газеты буржуазного направления в самом начале года, а потом уже к лету и самое позднее к осени 1918-го года были закрыты и журналы. И есть сведения, что часть того редакционного архива и портфеля, который к 1918-му году существовал, был утрачен, сохранилось далеко не все. И сейчас, конечно, тот проект, который сегодня представлен, это мало того, что палочка-выручалочка для исследователей, для широкого читателя, это еще, конечно, и дань памяти одному из тех изданий, которые в конечном счете пали жертвой исторических катаклизмов. Поэтому низкий поклон тем, кто провел эту совершенно уникальную и филигранную профессиональную работу. Спасибо за внимание. Филипп Георгиевич, спасибо большое за ваш доклад, за ваше выступление. Вы сделали несколько таких важных обобщений, которые у меня в свою очередь вызвали ассоциации насчет общих проблем для всех изданий, для всех редакторов. Знаете, у нас уже год издается ежеквартальный журнал Вестник Фонда История Отечества Российского Исторического Общества. Называется Воронцово Поле. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 В этом направлении работы. Думаю, так и будем действовать дальше. Спасибо, Александр Ильич, вам за гостеприимство. Думаю, что в каждом... Сейчас мы посмотрим, пощупаем 16-17 числа. Будем вас активно использовать для проведения наших мероприятий. Спасибо, с удовольствием. Был бы человек, а НЕРМО найдется. Давайте поздравим Александра Владимировича с назначением. Повторим на должность, как говорит Департамент культуры. Спасибо всем большое. Приходите к нам еще и на выходе журнала Воронцова.